Это подкаст Сингенты. Виноградаре привет! Меня зовут Максим Коростиев, я технический эксперт компании Сингента по садам и виноградникам. И в предыдущем нашем выпуске про защиту винограда мы с вами говорили о гнилях винограда. И прежде всего о серой гниле. И сегодня у нас с вами пойдет речь о такой проблеме как милдью. Его еще называют ложная мучнистая роса винограда. И почему не стоит пренебрегать защитой от этого заболевания даже в годы депрессии или в регионах, где вредоносность этого заболевания невысока. Давайте с вами поговорим о тенденциях. В последние годы вредоносность от милдью она растет. И даже наблюдались годы с эпифитотией. Еще 5-7 лет назад проводили до 5 обработок. И не предъявляли высокие требования к эффективности препаратов. Однако сейчас вредоносность возросла и проводят уже до 12 фунгицидных обработок, выбирая в основном высокоэффективные фунгициды. Давайте с вами поговорим о биологии заболевания. Развитие милдью оно тесно связано с количеством осадков и относительной влажности воздуха. При сухой и жаркой погоде, когда температура воздуха у нас выше 32 градусов и влажность воздуха более 60%, развитие болезни останавливается. А при наступлении влажных условий оно снова возобновляется. Заражение происходит только через устицы. Поражаются цветки, соцветия, ягоды, снижая тем самым урожайность. При благоприятных условиях и сохранении капельно-жидкой влаги на поверхности соцветия в течение двух суток, они могут быстро покрываться белым налетом патогена. Молодые ягоды очень восприимчивы к милдью, особенно до фазы горошина. Считается, что после образования пруинового налета на ягоде она не поражается. Однако после этого периода заражение возможно и через плодоножку и гребень. Если заражение произошло позже, в период уже роста ягод, налет возбудителя на них не проявляется. Зараженные ягоды, они синеют, сморщиваются, мумифицируются. Также милдью может поражать и в конце августа. Проявляется в основном на пасынках винограда. Старые листья, они менее восприимчивы к этому патогену и на них заболевания не видно. Все это с вами мы рассмотрели видимые симптомы заражения милдью. Однако существует еще и скрытая угроза от действия милдью. Рассмотрим с вами ситуацию, когда нет эпифитотии и казалось бы, ну зачем нам обрабатывать от милдью. Однако милдью может открывать ворота для сложно контролируемых и более вредоносных патогенов, например фузариумов. К примеру, в самом начале вегетации, когда идет заражение милдью, милдью способен разрывать ткани, а уже туда могут подселяться фузариумы. И дальше потом складываются условия, когда милдью может не развиваться. Ну то есть у нас повысилась температура, влажность стала меньшей. Но благодаря тому, что милдью открыл ворота, фузариум будет развиваться и дальше. И это может приводить к более печальным последствиям, таким как усыхание гроздей, а может даже и лозы. Какие есть решения? А решение простое. Независимо от характера развития милдью, даже в годы депрессии отдавать предпочтение высокоэффективным фунгицидам, таким как пергадозокс, ридамил голд МЦ и ридамил голд Р. В самом начале вегетации в 2-3 листа возможно применение квадриса, а также можно его применить уже после начала смыкания ягод до начала созревания. И в заключении хотелось бы вам сказать, что обрабатывайте всегда вовремя и в уязвимые для контроля фазы развития милдью. Всегда действуйте заранее, то есть превентивно. А в следующем выпуске мы будем говорить об аидиум и о стратегии защиты от этого заболевания. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин